Нужна ли Phoenix-версия в Sapphire? Конечно, если вы заказываете топ-версии, то там выбора особо нет. Sapphire уже в цене. Но если вы выбираете не топ-версии, например, 5S или в данном случае 3, то выбор будет стоить вам около 100 евро, в том числе на БУ рынке. И я купил для себя на определенный момент Phoenix 3 без Sapphire. 100 евро мне показались слишком дорогими. У моего друга Sapphire версия, ни одной царапинки. Я не знаю, камера сможет ли его ловить, но здесь имеется парочку. Да, если честно, я сам даже не вижу. То есть минимальные. Вот в этом моменте есть какая-то грязинка. Но в любом случае 100 евро я пользуюсь этими часами уже сколько, не знаю, 3 года или что. Но они бы того не стоили, на мой взгляд. Чисто я эти часы буду использовать до, не знаю, до того, как они полностью сдадутся. То есть по функционалу в них все есть, все имеется, все топчик. Но у Камилы по сравнению, покажи свои, у нее какие? 4Runner? 235. 235. У нее нет пару важнейших функций, которые мы будем использовать, в том числе в велоспорте, плавании. Мы хотели... Плавать в них нельзя, да, 235? Да, вот это еще один большой, наверное, минус, наверное, самый большой, что если дождь или еще что, или плавание, то в этих часах нельзя делать эти виды спорта или активность. Мы хотели абонемент в бассейн на зиму в том числе покупать. И да, на рынке оказался 5С по отличной цене. Он даже вышел дешевле мне, чем Fenix 3 на момент покупки, соответственно. То есть действительно нужно следить за рынком, нужно знать, что, куда, зачем и прочее, разбираться в этом вопросе немножко, чтобы сорвать солидный куш. В данном случае я сэкономил очень-очень много, не сапфировая версия. Но чтобы избежать даже микро каких-то царапинок, окей, я буду свои часы использовать, пока не знаю, что там не случится с ними. Но все равно, когда-нибудь, я уверен, Fenix, не знаю какие, выйдут, и мои часы будут просто, да, морально устаревшими в том плане, что новые будут просто иметь мега-аккумулятор, там, не знаю, крутейшие функции, и просто мои, да, их придется продать, скажем. Они будут иметь меньшую стоимость, меньшую как-то цену или, да, ценность, так сказать, из-за царапин. Чтобы этого избежать, в том числе и, в принципе, чтобы содержать сам продукт в хорошем состоянии, мы приобрели, как уже на вот этот айфон, соответственно, наклейки просто, которые от царапин защищают. Что бы, опять-таки, когда-нибудь, если я буду вообще перепродавать, дисплей был в хорошем состоянии, человек, который его покупал бы, увидел, ага, значит, за айфоном следили, или за часами, или за без понятия чем. И, да, это того стоит определенно, за эти наклейки я заплатил 2 евро, они приходят в вот таком вот пакетике, 6 штук, конечно, не спонсируем, без понятия, ищите сами, короче, просто нужно набрать Phoenix 5S, важно, опять-таки, 5S набрать, потому что дисплей по размеру, сами смотрите, меньше гораздо, чем в обычной версии, 5X, или, там, допустим, обычный 5, то есть здесь дисплей, экранчик поменьше. Но, что мы делаем дальше? Я использую, вот это точно не спонсирую, но это мега вам совет огромный, те люди, которые используют не только технику Apple, но и хотят поддерживать экраны в чистоте, Magic Fiber из Америки я покупал, отличная штука, действительно, и ничего не нужно, кроме просто тряпки, иногда немножко водички, только воду, ничего химического, да, никакого средства не нужно, мы все это протрем, соответственно, чтобы, понятно, чтобы пыль не была, так, протерто, и теперь попробую установить, так, это зарядка, такой новый, новый зарядник, тоже интересный, и он с двух концов залазит, то есть здесь без проблем, так, посмотрим наклеечку, как она, что она вообще, с какой стороны, так, ага, разобрался, так, нужно, соответственно, один угол упереть, сверху, не знаю, как-нибудь показываю, если что-нибудь вообще видно, у нас шесть штук, еще раз можно будет попытаться, это точно, но, я скажу, что, блин, а как экран, вот, что не супер идеально, но, то есть, не знаю, чем показать, вот этими очками, наверное, вот здесь немножко есть погрешность небольшая, здесь я, наоборот, слишком много, вроде как, подклеил, наклеил, но, для, не знаю, для носки пару месяцев это определенно сойдет, посмотрим вообще, какого качества, это наклеечка, но от царапинок, которые, мало ли от чего могут произойти, эта наклеечка определенно защитит, однако, если вы грохнетесь, вот, посмотрите, здесь я упал, да, здесь, соответственно, как это называется, циферблат или нет, поцарапался, и это, конечно, никакая наклеечка не спасет, да, но, блин, вот это, вот эта штука, посмотрите, по толщине даже у моей гораздо больше, но могут меньше, чем 5S версии, у 5S, я не знаю, особо суперфункций, я бы не сказал, что можно прямо брать, там, супер-мупер что-то добавили, но это просто новая версия, и определенный плюс, мне вот такие котлы, да, не нужны, серьезно, они тяжелые, да, круто выглядят, наверное, возможно, для кого-то именно, вот, большой размер, я бы выбрал 5S версии, если брал бы сейчас, потому что, да, третий не было, вроде, в маленьком размере, если я не ошибаюсь, а 5S имеется в более меньшем таком размере, и, да, можно, в принципе, иметь профит от маленького размера и маленького веса, это все круто, и это было все, в принципе, на сегодня, надеюсь, ответил на вопрос, нужно ли сапфировое стекло, если деньги вообще, это не про вас, в том плане, что вы не знаете, сколько у вас на счету, но 100% уверены, что мега достаточно, то, конечно, берите абсолютно максимальную версию и прочее, прочее, но если вы не жалеете, не знаю, пару долларов на наклейку, то купите просто наклейку, и, да, используйте ее от каких-то серьезных ударов, ни сапфир, ни... вот это обычное стекло, в принципе, не спасет, сапфир, стекло тоже ломается, камеры айфона имеют вот эту сапфировую штучку, и постоянно вот эта вот камера, которая из, соответственно, корпуса айфона немножко торчит, она периодически дает сбой, то есть трещины и прочее происходит, то есть это не гарант, даже со 100 евро. И это было все на сегодня. Скажи мне, какие ты используешь устройства, гаджеты и прочее во время, да, разных активностей и занятий. Да-да.